...которую индивидуально 8 депутатов городского совета. В соответствии с регламентом. Наша сессия сегодня не правомощна, потому что установлена численность и правомощный состав Совета депутатов 13 человек. А присутствует 9 депутатов. Поэтому мы сегодня проводить сессию не можем, но при этом мы проведем пресс-конференцию. Потому что в городе Гагарин произошла сессия нового созыва госсовета вчера, с афонами произошла вчера. Да, мы понимаем, что по регламенту дается 30 дней для проведения сессии. Но есть регламент, а есть целесообразность и жизненная необходимость. Я, конечно, понимаю, что здесь некоторые люди улыбаются. А вот мы, например, не улыбались, когда пионерский лагерь закрылся, потому что вовремя в бюджет не внесли нужные средства. И другие проблемы, которые необходимо решать, уже тогда не до смеха становятся. Поэтому в соответствии с регламентом я все-таки предоставлю слово старейшему госпитальному кутату как бортсоветчерства созыва Николая Новоселова. Пусть он высказал. Позвращаем, куда вы пришли сюда? Одним из факторов, почему мы пришли сюда, именно причины затягивания сессии на начало было объявлено на 18 число, сейчас опубликовано на 13. Но, разобрав устав города, выяснив регламент, мы нашли интересующий у нас вопрос. Самый первый. А в сессии должен быть опубликовано не главой города, это не правомощная, а везде опубликовано ТИКОМ. То есть, территоральной и правительной комиссии. В ней от этого находится 10 дней. Мне не совсем понятно в этом вопросе, почему наша администрация, мы их пригласили, и те, и эти не пришли сюда, почему они пришли сюда, господин Фролов, глава бывшего города, ведь полномочия всех депутатов тех закончились с моментом оглашения о результатах наших выборах. То есть, того городского совета нет. Они бывшие депутаты бывшего городского совета третьего созыва. То есть, пошли делать, как в Великом фильме. Это Киса Воробедова. Бывшие. То как же может быть бывший депутат подписывать этот закон? Нам потом, через месяц скажут, вот, 13-го числа опубликована ваша сессия, она является нелегитимной. Потому что подписал ей бывший депутат. Она бы была легитимной. В одном из случаях, как они там в рекламе прописали, если бы пролог не выбирался в 4-й саду. Да? Согласен. Можно считать его, главой города, до проведения выборов. Главой. И потом следующий передач. Не совсем понятна позиция всех этих людей, ининоросов, которые подставляют губернатора. Ведь было всем. Отпуск Макарова согласован. Полномочия лица, который остался до него, подтверждены. То есть, здесь, наверное, не являлся основанием, либо что-то сменилось. Поэтому, вот, такие вот вопросы, на которые никто не хочет из вас не ответить, они вызывают особую напряженность. Среди с тем, что, все-таки, бюджет города, дело, все его знают, у нас не так, к сожалению, ну, в городе Ницо Влада. Посмотрите, в каком месте яму КП с порывами, с отоплением. Депутаты участвуют, не занимаются, но они участвуют в определенных комиссиях. Какие-то нужны решения. Больше того, мне очень, ну, как-то непонятно, да, что на протяжении уже 12 дней ни один из работников, соответственно, не соизводил вообще-то позвонить, хотя бы, да, избранным депутатам. То есть, что, вы увидели, что? Ну, и что, что мы идем от коммунистической партии? Относите, мы идем работать на кого? На коммунистическую партию или для жителей города? Или единородцы пришли работать на Единую Россию? Тогда вы сложили полномочерки, да изберем еще всем коммунистам. Будет легче работать. Вы случайно не перепутали свой кошелек с государственным бюджетом? Вы выделяете деньги не от себя, не из спортивных взносов? Вы выделяете их бюджетом? Из тех налогов, которые собраны в жительстве? Поэтому вот эти вот вещи непонятны. Поэтому мы пригласили прокурора. Но тоже не пришел. Непонятно, прошел ли правовую экспертизу данной регламентной устав, в которой были внесены изменения 21 марша этого года. Это тоже настораживает. Вот за полгода, когда окончание тротов, вдруг устав что-то вносит. Не хотелось бы искать черную кошку в комнате. Но это неприятно. Есть ли какие-то следующие правовые акты открытия международного права? По себе могу сделать четко. Будучи командиром корабля, уходил в отпуск. И что? На прикол в своей статье? Нет. Садился начальник славы и ездил. Или любой другой докученный командир. Ну так что, у нас... Если согласованы на вопросы ухода в отпуск макарова губернатора, то это вопрос. Может, что-то не так согласовали? Или, может, вы не в курсе и поставили в резервность губернатора? Может, учились это сработием? Програли его большинство. Это было предсказуемо. А может быть, не от этого пляшли? Может, от кого пляшли? Что вы такие конъюнктуры на выборы подобрали, что за них люди стали голосовать? Это не нам судим. Это ваше внутреннее партийное дело. И здесь, когда касается вопроса обеспечения города, не должно быть партийных интересов. Все партийные интересы заканчиваются, когда у нас начинают думать о том, как сделать жизнь нашу лучше. Мы подотчеркиваем тем избирателям, которые за нас проголосовали, ни главе города, ни кому-то. Я думаю, наш пример, ну, может, конечно, страшно для того, 65% коммунистов. Это страшно, я понимаю. Но это не наша заслуга. Это провал организаций из Единой России. Это провал их политики нашего города. При этом сюда в 2002 году я город видел лучше. Поэтому, я думаю, что мы принимаем решение, во-первых, первое, чтобы ТИК опубликовал постановление осессии за своим именем. И это будет правильно, это будет законно. Потому что первую сессию открывает ТИК. Поэтому сессия у нас не правомощна, даже в этом направлении. Мы это все прекрасно понимаем. Но если бы мы не придем сегодня, нам завтра скажут, ну, случилось, нечестно, Владимир Александрович, а пола съел. Что, 40 лет он за? И в этом позиция власти, власти, администраторов. Вы извините меня, но я давно живу. В советское время это горе с полком, исполнительная власть. Руки, полоколь, грязи, ноги стерты, И свись мыли. Вот это исполнительная власть. А горком партии это был направляющий оружием. Который сломит. Поэтому, ну, тут непонятные вещи такие вот. Есть ли мы? Я думаю, что мы из этого должны извлечь урок. Ну, и жители должны быть в курсе, что сегодня у нас происходит в городе. Это страшно. Вот это безразличие к людям, которые показала себя именно Россия. Я не страшно. Вы поймите, это страшно. Я приведу вам еще один пример. Если сейчас не так, Бог, случится в 41-м, вы бросите всех стариков. И умчите за машинами. Вы забудете обо всем. Не хотелось бы этого. Теперь мы проверим. Ну,